Вопрос такой, почему болеют маленькие дети, ведь ребенок приравнивается к ангелу. У детей действительно есть некая ангельская защита до момента крещения. Я надеюсь, внутренний видитель и слушатель моего блога понимает, о чем я. Поэтому не надо детей крестить. Все, не хочу эту тему сейчас даже поднимать и развивать. Следующее, значит, неважно какая там суть у ребенка, ангельская, не ангельская, приравниваются они к ангелам, не приравниваются. Маленькие дети болеют всегда, когда страдает поле мамы и папы. Вот самое главное сохранять гармонию, любовь между мамой и папой. Дети всегда будут в кайфе, в удовольствии и болеть вообще не будут. Вы должны понимать, что и младенцы, и дети намного крепче нас с вами взрослых вместе взятых. У них намного сильнее биополя, потому что как можно работать с ребенком? Я привожу очень простой банальный пример. Я же преподаю китайский дополнительно в детском саду, это вот хобби мое, да? И я очень люблю детей, я более 9 лет с детьми работаю. Вот я привожу пример. Ребенок говорит, у меня голова болит. Я говорю, ну окей, говорю, посмотри, закрой глаза, говорю, посмотри, почему голова болит, что боль вызывает? Он говорит, ну там Том, короче, бьет вот так вот мне, вот этот Том и Джерри, который бьет молотком по голове. Я говорю, направь на него луч божественной любви и света, раствори этого Тома. Он говорит, сделано. То есть у детей это секунды занимает, у них прекрасно работает третий глаз, вообще легко. И боль проходит за секунды, никаких таблеток не надо, не надо там никаких сложных там штук. Просто когда ребенок попадает в ваше поле, он должен чувствовать любовь и успокоение, и он не будет болеть. Все очень просто с детьми. Значит, следующее.